Ну а ещё уже несколько дней жители Волгодонска живут в ожидании подтопления. Из-за недавнего урагана частично обрушилась одна из дамб Цымлянского водохранилища. В СМИ появились сообщения, что водозабор может не выдержать. Мой коллега Юрий Нестеров отправился выяснять, насколько эта угроза реальна. Несмотря на оригинальное музыкальное сопровождение, эти кадры изрядно напугали жителей Волгодонска. СМИ писали о том, что волны в Цымлянском водохранилище размыли дамбу и под угрозой оказался водозабор города. Но в организации, которая обслуживает дамбу, призывают население успокоиться, не драматизировать. По сути, дамба номер 97 всего лишь волнорез. Напор она не принимает, то есть является безнапорным сооружением. Служит для защиты от волнения водохранилища, аванпорта. Никакой угрозы ни для водозабора, ни для жителей города, ни в целом для города нет. Огромные трубы городского водовода проходят прямо по дамбе. Пока недостаточно далеко от точки обрушения, но в администрации Волгодонска обеспокоились сложившейся ситуации и выделили средства для ремонта. А это еще одно место дамбы номер 97. Это обрушение было ранее, пока здесь работы не начались. И можно наглядно увидеть, что волна способна сделать с бетоном. Можно сказать, что водохранилище заполнено. Это хорошо видно на том самом пляже в Цемлянске, который пострадал во время шторма. Здесь размыло дорогу. Но отдыхающие, несмотря на минувшие события, выглядят беззаботными. А местные виндсерферы только рады тому, что впервые за 20 лет вода пришла в таком объеме. Было сухо, водохранилище высыхало. Вот это действительно была проблема. Все переживали из-за того, что водохранилище вообще обмелеет. Сегодня этот навес находится в воде. Но отдыхающие рассказывают, что еще пару лет назад отсюда до воды нужно было пройти примерно 300 метров. Эксперты говорят, что обильные снегопады наполнили реки, а те, в свою очередь, Цемлянское водохранилище. Воду спускают постепенно. Лишь за одну секунду сотни кубометров оказываются в Дону. И если увеличить этот объем, река выйдет из берегов. Но специалисты уверяют, что пик половодья уже пройден и опасаться наводнения не стоит. Юрий Нестеров, Владимир Храгазян, Вести, Волгодонск.